Всем привет, вы на канале Флеер, и я представляю вам свой полный гайд по установке любительских модификаций на Baldur's Gate 3. Ну а также в этом ролике мы разберем самые интересные из них. Что ж, без лишних слов, давайте начнем. Итак, как обычно по традиции, сперва я вам расскажу, как именно устанавливать моды на ваш Baldur's Gate 3. Чтобы вы не только могли поставить сегодняшнюю сборку, но и если вам лично приглянется какой-нибудь мод на Nexus, то с его установкой у вас не было бы никаких проблем. Самое первое, что мы устанавливаем, не считая самой Baldur's Gate 3, это BG3 Mod Manager. На этом моменте добавлю, кстати, что ссылки на все сегодняшние моды вы найдете в описании под этим видео. Так вот, для того, чтобы скачать Mod Manager, переходим по ссылке в описании, листаем вниз и нажимаем на Grab the Latest Release. После этого начнется загрузка. Убедитесь, кстати, что у вас установлен так называемый Microsoft Framework. Скорее всего, он у вас уже установлен, но если вы сомневаетесь, то перейдите по ссылке на сайте и скачайте его, нажав на соответствующую кнопку. Но вернемся к нашему мод менеджеру. Открываем скачанный архив, потом переходим на рабочий стол, создаем папку под названием BG3 Mod Manager для удобства и перекидываем туда все файлы архива. Далее запускаем BG3 Mod Manager .exe. Как-то так будет выглядеть наша программа. К разбору интерфейса мы перейдем чуть позже. Сначала нам нужно будет зайти во вкладку Settings, то есть настройки, Open Preferences, и убедиться, что путь к папке Data и .exe файлу указаны правильно. То есть в первой строке сверху вы должны указать путь к папке Data игры, а во второй строке должен быть указан путь к .exe программе игры. Вот так это будет выглядеть в директории игры. То есть вот папка Data, а в папке BIN будет .exe программа. Теперь после установки мод менеджера мы можем установить наш первый мод. Выберем что-нибудь простенькое, чтобы просто убедиться, что у нас все работает. Например, вот этот мод, он снижает вес золота до нуля. Переходим во вкладку Files и скачиваем первый файл сверху, нажав на Manual Download, что переводится как ручная установка. Пока мод у нас скачивается, скажу заранее, что, ребят, если не знаете английский язык, то лучше при установке модов доставайте словарь. Ведь это дело непростое. Стоит вам один файл скачать неправильно, и игра может перестать запускаться. Всегда читайте описание модов, их требования, описание файлов, дату их загрузки и тому подобное. Это все очень важно. Но вот у нас наконец скачался наш мод. Открываем архив и сразу замечаем файл с расширением пак. Иногда скачивая моды, перед этим может быть папка. Также вы нередко будете натыкаться на файл readme, что в переводе с английского означает прочитай меня. В этих текстовых файлах, как правило, написана важная информация, касающаяся установки этого мода. Конечно, как вы видите, сейчас у нас подобного нет, но просто знайте на будущее. Вернемся непосредственно к нашему моду. Файл с расширением пак и есть сам мод. Чтобы его установить, нам нужно будет найти папку модов Baldur's Gate 3. У подавляющего большинства, если не у всех, она располагается тут. Как вы видите, это не директория самой игры. Там не нужно искать папку mods и уж тем более создавать ее самому. Учтите еще и то, что папка AppData по умолчанию скрытая, и вам нужно будет врубить отображение скрытых файлов, чтобы ее увидеть. Когда вы найдете папку mods, обязательно закрепите ее на панели задач, чтобы в следующий раз не пришлось ее искать заново. Теперь перетаскиваем наш пак файл в папку mods, а затем заходим в мод менеджер и нажимаем обновить. Правая панель это список неактивных модов. Перетаскиваем мод в левую панель, чтобы он стал активным. Далее опять заходим на Nexus Mods и на самом деле скачиваем еще один мод под названием Mod Fixer. Он нужен для того, чтобы работали все остальные моды. Скачивается он таким же образом, как и прошлый мод. С единственным отличием, что нам не нужно будет перетаскивать его из неактивной панели в активную. Теперь нажимаем на вкладку File, Save Order и затем запускаем игру через менеджер. Далее загружаем любое сохранение и проверяем вес золота. Если мод работает, то значит вы все сделали правильно и вас можно поздравить. Большинство модов из сегодняшнего списка скачиваются именно таким образом. То есть сначала скачиваем пак файл на Nexus, закидываем его в папку Mods, заходим в Mod Manager, обновляем список модов, перетаскиваем желаемый мод в панельку активных, сохраняем порядок и запускаем игру. Как я уже сказал, так скачивается большинство модов, но не все. И если какой-то мод из сегодняшнего списка будет ставиться как-то по-другому, то его установку я, разумеется, покажу отдельно. Уверен, сейчас у многих возник вопрос, а работает ли вот такая установка модов на пиратской версии игры? Ну, как и в случае с большинством игр, на пиратских версиях моды по идее работать должны без каких-либо проблем. Однако бывают и исключения. Помню, сталкивался с некоторыми модами на Киберпанк и Человека-паука, которые не работали на пиратских версиях этих игр. И поэтому, конечно, в идеале нужно иметь лицензию. Ну, а если вы не знаете, где ее купить, то я вам представляю спонсора данного ролика. Сервис Купикот позволяет вам не только купить игры дешевле, чем через пополнение Киви, но и также благодаря нему вы сможете приобрести те игры, которые недоступны для покупки в России. Просто выбираем игру, которую хотим купить, далее выбираем регион аккаунта и переходим к оформлению. Здесь оставляем ссылку на страничку нашего стим-аккаунта, вводим промокод, чтобы получить скидку в 10% и далее просто оплачиваем. После вам нужно будет добавить бота в друзья, и он подарком отправит вам игру. Все это быстро и безопасно, а самое главное дешево. Игра приходит моментально, а сама система запрашивает у вас только ссылку на профиль. То есть ни логин, ни пароль вам вводить не нужно. Еще раз подчеркну, что таким образом вы купите игру даже дешевле, чем через пополнение Киви. Да и в целом это самый дешевый вариант купить игру гифтом, чем где-либо. На Купикоде доступен весь каталог стима, и через этот сервис, как я уже сказал, вы сможете получить гифтом даже те игры, которые по умолчанию недоступны для покупки в РФ. И самое главное, вам не нужно будет создавать для этого новый аккаунт с другим регионом. Короче, по сути этот сервис сделает покупку игр настолько же простой, как и 3 года назад, что очень здорово. Еще отмечу, что на сайте можно авторизоваться с помощью телеграмма и ВК, и получить 50 бонусных рублей на счет. А для уже зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Короче, обязательно переходите по ссылке в описании. Покупайте игры дешево и без лишних трудностей. А также не забывайте использовать мой промокод FLAREGAMES, чтобы покупка вышла еще дешевле. Но вернемся к теме видео. Итак, сейчас когда мы знаем, как устанавливать моды на Baldur's Gate 3, давайте наконец разберем самые лучшие из них. Сперва, перед тем как ставить все остальные моды, нам стоит установить несколько базовых. Как нетрудно догадаться, в этот список входит ранее упомянутый мод фиксер. Его установку мы уже разобрали. Далее нам стоит установить мод под названием Improved UI, который тоже требуется для многих последующих модов. В отличие от предыдущего мода, этот все-таки добавляет в игру что-то сам по себе. Но изменения эти очень мизерны, и большинство из вас их даже не заметит. В частности, он немного улучшает интерфейс игры. Кроме основного мода, нам нужно будет скачать и дополнение к нему под названием Improved UI Assets. Он будет находиться там же в файлах мода. Improved UI Assets нужен для модов, которые добавляют новые иконки в игру. Также нам сразу стоит скачать скрипт экстендер на Baldur's Gate 3. Он скачивается очень просто, однако не так же, как остальные моды. Переходим на Nexus, скачиваем скрипт экстендер и закидываем DLL файлы архива в папку BIN директории игры. Теперь, когда мы установили все базовые моды, мы можем перейти к модам поинтереснее. И начать хотелось бы с тех, которые тем или иным образом улучшают меню создания персонажа. А вернее, добавляют больше опций. Сразу скажу, что не нужно скачивать все подобные моды. Ну так как зачем вам, например, 100 разных причесок в игре, где свой персонаж у вас только один. Просто, когда вы выберете, какую косметику вы будете использовать, удалите все лишние моды. Первый косметический мод, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это Tavs Hair Salon. Который, как и следует из названия, добавляет в игру новые прически. В основном для персонажей обычного телосложения. И не на все расы. А в основном на эльфов, полуэльфов, людей, дроу и тифлингов. Если это то, за кого вы любите играть, то я настоятельно рекомендую этот мод. Некоторые прически прям очень классные. И даже со своей физикой. Также из модов на прически, мне очень понравился Vesnelas Hair Collection. Я бы даже сказал, что он мне нравится больше, чем предыдущий. Vesnelas Hair Collection, так же как и Tavs Hair Salon, работают по большому счету только на обычные типы тела мужчин и женщин. Однако в файлах есть аддон, который делает этот мод рабочим и на накачанных телах. Правда, этот аддон сделан лишь для первых шести причесок. И да, как вы видите, этот мод разделен на три части. Следующие три мода, Faces of Fairune, Vampire and Other Heads Repaired и New Character Creation Presets, все добавляют в игру новые лица. Тут так же как и с прическами. Рекомендую скачать все, затем выбрать, что вам нравится, после чего удалить все ненужное. Удаляются моды, кстати, очень просто. Вам банально нужно деактивировать тот или иной мод, после чего удалить соответствующий пакфайл в папке mods. Из этих трех модов на лица мне больше всего понравился именно Vampire and Other Heads Repaired, так как там, на мой субъективный взгляд, самые красивые лица. New Character Creation Presets хорош потому, что предоставляет намного больше опций. И пусть там и не все лица такие красивые, как в предыдущем, каждый там для себя что-нибудь да найдет. Как всегда, какие-то расы получают намного больше опций, чем другие. Но вот, например, одна единственная мордашка на гетьянку очень даже ничего. Faces of Fairune это тоже один очень популярный мод на лица, но, как по мне, он очень на любителя. Если хотите, можете скачать себе его. Важно будет заметить, что все вышеупомянутые моды, включая прически, именно добавляют в игру новое, а не тупо заменяют старое, как это было с модами на Cyberpunk. Из более незначительных модов на внешность хочется выделить еще три. Во-первых, Eyes of the Beholder добавляет в игру новые зрачки. Мне лично больше всего понравились те, что светятся. Тут, кстати, чтобы мод работал, нам нужно будет установить два файла. Основной и непосредственно сами глаза, которые вам приглянулись, и сделать так, чтобы основной мод был в менеджере по списку выше. Второй небольшой мод, Horns of Fairune, добавляет в игру новые рога. Ну и, наконец, есть очень крутой мод, который добавляет в игру полноценные тату на все тело. Однако его установить очень непросто, и тратить 10 минут ролика ради одного мода я не буду. Если кто хочет запариться, для вас я оставлю ссылку в описании. Ну вот, допустим, мы создали нашего персонажа. Он может быть лицом и симпатичен, но вот что-то ему не хватает. И это что-то, это, конечно же, модная одежда. Basket Full of Equipment позволяет вам в одно мгновение получить почти все косметические предметы в игре. Вам достаточно будет пойти вот на эти координаты в первом акте и взять предмет, который сможет заспавнить вам сумки со всей одеждой. Вместе шмоток около одной тысячи. Они все имеют плюс-минус одинаковые статы и, по сути, являются чисто косметическими. Если вы уже прошли первый акт, но все равно хотите получить шмотки из этого мода, то вам следует скачать один другой мод под названием Dash Summons a Basket. С ним наш рывок будет спавнить ту самую корзину со всеми предметами, чтобы вы быстренько себе их забрали, сохранились, вышли из игры, а затем удалили мод. Dash Summons a Basket в смысле, а не основной мод. Стоит заметить, что в корзину входит не только одежда, но и краска на любой вкус и цвет, а также несколько других полезных предметов. Короче, да, мод очень классный. Если что, на Нексусе есть две версии этого мода. Одна, чтобы мама или жена не ругалась, так сказать, а другая, соответственно, ну, вы поняли. Стоит, однако, признать, что ранее показанный мод не особо практичный из-за низких статов предметов. Однако, Transmog Enhanced поможет вам исправить данное недоразумение. По сути, он позволяет изменить внешность любого предмета на внешность другого, не меняя статы. Когда мы установим данный мод и зайдем в игру, нам дадут два предмета. Transmog Appearance и Reset Appearance. Активируя первый, нам откроется менюшка крафта, где в правую ячейку нам нужно положить предмет, чью внешность мы хотим, а в левую, соответственно, предмет, чьи статы нас устраивают. Нажимаем на кнопку крафта и вуаля, вот, как вы видите, я превратил кольчужный доспех в доспех рыцаря смерти, при этом сохранив статы кольчужного доспеха. Если вы хотите вернуть первоначальную внешность той или иной шмотки, активируйте предмет Reset Appearance и закиньте туда эту самую шмотку. Короче, мод топовый, мне очень зашел прям 10 на 10. Но да, хватит уже с нас косметических модов. Давайте, наконец, перейдем к геймплейным. Первый геймплейный мод, на который мне хотелось бы обратить внимание, это Party Limit Begun. Просто великолепный мод, который увеличивает лимит пати аж до 16 персонажей, что позволяет взять с собой абсолютно каждого сюжетного спутника. Если что, они взаимодействуют друг с другом как надо. Как будто бы так и задумывалось. Может, те, кто еще не играл в BG3, не поймут, но я уверен, большинство, что прошли игру, согласятся, что данный мод бесспорно самый лучший на Нексусе. Кстати, также он увеличивает и лимит мультиплеера. Но только до 8. Хотя я, конечно, не представляю, как можно играть в BG3 в восьмером, но да ладно. Устанавливается Party Limit Begun не так просто, и поэтому его установку я покажу отдельно. Скачиваем архив мода, а затем перетаскиваем папку mods из архива в папку Data Директории Игры. Опять же, не путайте с папкой mods, которая в AppData. Теперь, чтобы создать бэкап .exe файла, кидаем .bat файл из архива в другую папку, и как бы на него наводим .exe файл из папки BIN, чтобы в последней создался бэкап. Выглядеть это будет как-то так. Кстати, для тех, кто интересуется, можно ли играть с модами в мультиплеере, то, насколько мне известно, да, можно. Однако убедитесь, что и у вас, и у вашего друга установлены точно такие же моды. Как я и говорил в недавнем своем видео, где критиковал BG3, эта игра слишком простая. Вернее, простая для сложности тактика, которая, по идее, должна быть прям сложной-сложной. Нужно ли говорить, что добавление в свое пати еще нескольких компаньонов упростит и без того простой геймплей еще больше? Именно поэтому нам стоит скачать несколько модов на усложнение игры, чтобы бои были хоть сколько-то интересными. Первый такой мод — это Tactician Plus. Он банально увеличивает хп мобов, класс брони, бонус против испытаний и шанс попадания по вам. Как вы видите, во вкладке файлов есть много разных вариантов усиления хп и остальных бонусов. Но, думаю, для меня подойдет усиление хп на 300% и остальные бонусы, чтобы скейлились от умения. Да, тут нам нужно будет скачать два отдельных файла. По порядку сверху вниз в мод менеджере сначала должен идти буст хп, а только затем буст остальных статов. Если вы уже прошли Baldur's Gate 3 хотя бы один раз, то наверняка знаете, что искусственный интеллект в этой игре далеко не самый лучший. И исправить нам его поможет мод Little AI Enemies, который делает врагов намного умнее. Теперь, например, ИИ будет чаще пытаться вас столкнуть с обрыва, больше добивать персонажей с низким числом хп, прятаться за укрытием после выстрелов из лука и много чего другого. Хочу обратить внимание на очень интересную деталь мода. Намного умнее стали лишь те расы, которые и по лору являются умными. То есть не нужно ожидать каких-то невероятных многоходовочек, например, от гоблинов. Последний мод на сложность, который я порекомендую, это Stronger Bosses and Enemies, который усиливает многих противников, особенно боссов, соответствуя их прописанным способностям, делая битвы не только сложнее, но и более погружающими. Самая главная концовка становится куда более эпичной. Короче, этот мод тоже очень классный. В мод менеджере, к слову, нужно поставить, чтобы он загружался до Little Enemies, если вы загрузили и последний. На этом моменте хочется сказать, что я не приписываю себя к так называемым хардкорщикам и не заставляю вас скачивать вышеупомянутые моды. Просто если вам хочется немного усложнить свой геймплей, то можете их попробовать. Но если вы ни в какое не хотите, то ради бога, играйте как вам нравится. Следующие моды привнесут тоже немного разнообразия в ваш игровой процесс. 5E Spells – это один из самых популярных модов на Нексусе, который добавляет в игру огромное количество заклинаний из пятого издания ДНД, которые не были реализованы в Baldur's Gate 3. Если вам не хватает, как я уже сказал, разнообразия, или вы просто скучаете по каким-то заклинаниям из настолки, то обязательно оцените данный мод. Единственное, что не забудьте скачать русификатор на него, если с английским у вас не очень. Еще мне понравился мод Rarities of the Realms 5E, который добавляет в игру множество крутых артефактов из вселенной Забытых Королевств. Эти самые артефакты можно будет найти в сундуке на Наутилоиде, а также купить у Аарона в Роще Друидов. Мод, несомненно, классный, но пока находится в раннем доступе. На него нет русификатора, а шмотки нельзя получить во втором и третьем акте. Далее пойдут, можно сказать, моды на любителя. Но лично мне они очень понравились, так как они хорошо работают на атмосферу. Первый это Iversive UI, который, грубо говоря, убирает интерфейс игрока, когда он вам не особо нужен. Ну, то есть во время странствий. Чтобы увидеть ту или иную менюшку, вам нужно теперь навестись на нее мышкой. Во время боя интерфейс отображается как обычно. И, кстати, если вы хотите включить его во время странствий, то просто войдите в пошаговый режим. В описании я оставлю ссылку на полную версию мода, но его можно устанавливать и по частям. Например, если вы хотите, чтобы мини-мапа всегда отображалась. Чтобы установить Iversive UI, вам нужно закинуть скачанную папку Public в папку Data Directory игры. Второй мод на погружение — это Native Camera Twix. Он делает из камеры более гибкую, и с ним вы сможете играть в Baldur's Gate 3 почти как в обычную современную RPG. То есть без камеры с высоты птичьего полета. Native Camera Twix тоже устанавливается немного иначе, но по своей сути очень просто. Открываем архив мода и закидываем папку BIN в папку Baldur's Gate 3, где будет соответствующая папка, а также папка Data, Launcher и так далее. Также не могу не порекомендовать и мод WASD Character Movement, который, как и следует из названия, позволяет управлять своим персонажем на клавиши WASD, да и так, чтобы камера следовала за вами. Как и в случае с Immersive UI, камера и управление становятся обычными только во время боя. Однако вы и сами можете отключить функцию следования камеры, нажав на Caps Lock. Ну и давайте, наконец, перейдем к последним модам на сегодня, которые завершают нашу сборку. Achievement Enabler позволит вам получать ачивки игры даже со скачанными модами. Для него нам нужно сначала скачать один другой мод, который называется Native Mod Loader. Чтобы его установить, закидываем DLL файлы из скачанного архива в папку BIN директории игры. Файлы нужно заменить. Второй DLL файл с пометкой Original это Backup. Далее, чтобы установить Achievement Enabler, скачиваем его и кидаем папку архива этого мода Native Mods в ту же папку BIN. Если при входе в игру вам скажут, что ачивки отключены, то не пугайтесь, этот мод не убирает само предупреждение. По факту, если вы установили все правильно, мод работает. Последний мод, о котором мне хотелось бы рассказать, это мод, добавляющий в Baldur's Gate 3 играбельную расу азимаров. Мод, как вы видите, сделан очень качественно. Он позволяет вам даже выбрать крылья, которые будут работать как настоящие крылья. С раннего доступа мечтал о том, чтобы что-то подобное было в BG3. Но скажете, может, что вам не нравится раса азимаров, и вы не хотите за нее играть. Ребят, этим модом я хочу вам дать понять лишь то, что благодаря популярности BG3 на Nexus есть моды почти на любой вкус и цвет. И я вам настоятельно рекомендую самим пойти на сайт и поискать что-нибудь для себя. Я вам гарантирую, что вы найдете кучу модов, которые вам понравятся, но о которых я не рассказал в этом видео. Ну, вы поймите меня, я не могу в одном ролике рассказать про абсолютно все интересные моды. Хотя давайте, как и в случае с секретами. Наберете под этим роликом 3000 лайков, и я начну делать вторую часть. Ну, а на этом все. Спасибо огромное всем моим подписчикам на Boosty за поддержку. Пишите в комментариях, о каких модах стоит рассказать в следующей части, а также обязательно гляньте мой ролик про лучший билд на паладина.